Клёвая игруха, конечно, но всё время в неё не будешь играть. Вот если бы в моём детстве был бы Mortal Kombat 9, ооо, это было бы круто. А в моём детстве был бы Mortal Kombat 2 и 3. Но был, и это было круто. А вот в детстве моих родителей была улица, не было телефонов с телевизорами. Точнее, телевизоры были, но телефонов не было практически. Всё нормально, слышно, видно. 2366 километров проехал мышкой. Ну да, за полтора года. Чёрный квадрат, пофиксил. Как же бьёт по глазам эта хренатинь. Всё, нормально. Если теперь, начиная с этого момента, я не забуду включить программку, то ваши сообщения о саппорте будут появляться на экране с вашим никнеймом и суммой вашей поддержки. Плюс, если вы подписываетесь на прем, вот здесь тоже выскочит табличка, что такой-то, такой-то чувак подписался на прем. Это круто и удобно. Но тут почему-то не могу понять, где вот именно это окошко, которое отвечает за... А, всё, да, всё нормально. Будет выскакивать. У меня всё исправил. Подсказал, что за программа. Маусатрон. Ой. Вот так она называется. Я могу показать на экране. О. Он должно быть видно, по идее. Не видно. Короче, я на ней проехал 2300 километров. На клавиатуру нажал 21 миллионов раз. На левую кнопку мышки 11 миллионов раз. На правую 4 миллиона раз. На колёсико 110 тысяч раз. Не знаю, зачем я на него нажимал, но как-то это случайно получалось. Прикольно. О, и тут фотонки. Зал, акция с уроками. Ну, в смысле, акция с уроками. Если ты берёшь урок или поддерживаешь мой стрим, ты получаешь в подарок ключ от Blizzard Dotky и Premium всю ближайшую неделю. Об этом на каждом стриме я говорю. Как правило, фотонки были успешно отбиты. И теперь зерк находится в огромном преимуществе. Потому что у процесса база только пошла, а у зерка она уже готова. Он может добавить газы, поставить третью хату и дрониться сколько душе угодно. То есть никакого гитового поджима ничего быть не может. За программой с оповещением о донате. Фаркин, доброе утро, ты на гудгейме. Зайди на форум. Там всё написано. Акция с уроками до конца месяца. До конца... Вообще точной даты нет, но как минимум до конца следующей недели. И фотоночка успела убить всех собак, кроме одной. Две могли бы выжить, если бы назад зерк собаками не побежал. Взрывать всех ромов ради собаки одной не стоит. Можно отправить двух пробок и вообще не обращать внимание на этого зерклинга. Конечно, покемап. Естественно. Вы можете поддерживать стрим. Вы можете и урок взять. Как угодно. Вы можете всё, что угодно миксовать. Вы можете, допустим, вместо ключа от Blizzard Dotки попросить ключик от премиума. Можете попросить и то, и другое. Можете вообще ничего не просить, сказать зерк. Мне не надо, у меня всё есть. Как вам удобней? Инъекции, инъекции, инъекции. Что будет делать Протас? Что его можно придумать в такой игре безысходной? Пытаться как-то выйти в третью вазу. Молиться, что зерк себя в неё выпустит. А зергу нужно минут пять подряд заказывать рабов. Проблема с электронными валютами. Ну да, есть такое. Есть. Ну, моя мама знает, что я зерк. Каюсь за мат. Круто. Так вот, надо цвет сообщения поменять и цвет его тоже. Спасибо, Фэнтези. Пропиарился на 550 рублей. Это мой сегодняшний ученик Сегодня с ним был, кстати, открытый урок На стриме в 5 часов дня Кто подписан на группу ВКонтакте Об этом узнали заранее Могли получить много полезной информации Особенно если вы Продос А если нет То уроки открытые проходят довольно часто Для всех рас Но в очень рандомное время Теперь у нас есть такая функция Как на Твиче Былся настройка, когда и в Гугле Не то выдавало, в общем, как-то быстро переключаться Между коинами, когда у меня, скажем, 5х Чтобы делать быстрые инъекции Давай покажу тебе прямо сейчас Настройки, горячие клавиши Глобальные Камера К главному строению Эта кнопка переключает между базами То есть Хата 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 Нексус Нексус Хата 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 Нексус Нексус Я не мог Отказаться Не сделав так Прощаем Прощаем Прикольная застроечка Там грейд на атаку так и хочется заказать. Смотреть видео для аутистов. Это самая мега полезная вещь, какая вообще только может быть. Она настолько нереально удобная. Она, кстати, по факту нужна всем расам. В смысле, обо мне на программу написали. В чем-то. Blizzard Дотка очень слабая, как Старкрафт с одной кнопкой. Ну, там же еще всякие спеллы, скиллы, типа КУВ, ЕР. Гаузер, Говервордов. Это контроль карты, мажорный. Он, правда, пытается хоть как-нибудь перейти в третью базу. Но я боюсь, что через Блинк, как проигроки, это делать будет довольно сложно. Если он, конечно, Нексус уже поставит и защитит. Воу-воу-воу, полегче. Спасибо за отличный стрим. Я смотрю, с удовольствием. Вообще, с давних... А, с довольно давних пор, хотя какое-то время... Вот забил на инет, его был в военном училище. Сейчас, я так понимаю, ты из него вернулся, с чего я тебя поздравляю, если вернулся. И спасибо тебе большое за поддержку. С меня... Воу-воу-воу, ребят, ну хорош. Оставьте немножко детям из Африки. Ииии! Сейчас 67 тысяч евро накопим такими темпами. Там, правда, было от одного человека, но ладно. Кондор, дорогуша, спасибо тебе тоже. Можно я вас всех награжу премами, уроками и чем-нибудь еще? Ну, или просто стримами. Санатеры играют в не очереди. Фигарачи разбежались в разные стороны. Ой, сейчас Толса в кольцо возьму. Где же твоя кора, друг, ты же в платине. Кстати, игрокам из этой команды я очень многим давал урок. И вот из этой тоже. По-моему, троим. Не хочешь, чтобы прямо, богу прямо. Спасибо, Кондор. Напишите сразу, ребят, нужны ли вам какие ключи, чтобы я сразу их откладывал. Так, факимап, тебе ключик от Близзард Доты? Кондор, тебе чего? Заказывай. Где твоя кора? Почему она на базе? Ты же играешь с сталкером с дынком. Кто-то будет реколиться. Ой, Дарки отменяет третью хату! Да ну! А Протас что, бездоварпово так, что ли, идет? У Зерга четыре нычки, но нет войск. Просто нет войск. Ему нечем убить 14 сталкеров. Вы представляете себя? Четыре базы против двух. И Зерг ничего сделать не может. Да ладно! И Зерг заказывает 26 собак. Вот это ему поможет очень сильно. Дарки разбегаются в разные стороны. Если Дарки не убьют четвертую нычку, то шансов нет. Как ТОЗ блинкуется. Ух! Круто! Ключ на Дотку? Окей. Сейчас я вам скажу, что нужно сделать. Таркина через Афгла, по-моему, бегает туда-сюда. По непонятным причинам. Сколько ТОЗ убил этими сталкерами? 12 килосов. 5, 4, 5, 4, 0, 3. Офигеть! Потери у Зерги. 10 тысяч ресурсов! Как? Это не... Не... Блин. Это невозможно. Вы представляете себе, насколько... Сильный Зерг перехалявил. Он потерял 30 рабов. У него было 80 на 56. Ой, жесть! Дарки еще одну хату убили! Самое смешное, весь этот выход Протаса из 14 сталкеров контрился одним заказом юнитов. Одним! Ну, в принципе, шансы еще есть, потому что есть две базы. И... Дарки, если вот сейчас умрут. Пул, конечно, терять обидно. Особенно с медленными аверсирами. Сейчас нужно окружить сталкеров. Если сталкеры умрут и не убегут отсюда, просто будет довольно сложно третью базу защищать. Вот сейчас нужна кора. Ой, как она нужна! Кстати, вот эта база тоже могла бы умереть. Подвар дилотов. Дилотов вперед, сталкеры назад. Ух! Эти базы надо раскачивать. Вот этих рабов уже можно так вот перевести половинку. Ой, умничка, вообще вовремя перевел. Прямо как надо. Ну, платина. Сталкеры на автоатаке. Ну, там блинг же надо использовать. Автоатака, в принципе, должна быть всегда. Блин, плотно. Боюсь, что врачи уже в два раза больше, чем сталкеры. Тут уже блинг не поможет. Ну, как бы, из-за такого соотношения блинг не работает. Блинг работает, там, 20 на 30. 15 на 20. Но тут уже нет. Сейчас вот собаки еще прибегут, будут танковать. Роучами. Дергатая экономика похуже. У Тоса столько денег. Но у него времени нет просто варпать. 3000 минералов. Можно сейчас тыкнуть газ-газ. По тоночек. Гейтов прям. Стук 10 вот так вот в ряд поставить. И за пару до варпов все деньги потратить. Дергатая, мол, мне спать надо, дай мне сыграть. Хорошо. Спать ему надо. На том свете, а то спишься. Да, фэнтези. Видишь? Между платиной и тобой разницы в общем-то и нету. Просто он меньше тебя тупит. Ой, рачей много. Ой, много рачей. Надо бежать и кайтить собак. В идеале, конечно, как сделал бы совсем крутой мега-игрок. Он бы блинканул одного сталкера, забежал быстренько сюда и блинковался бы сюда на хайграунд. Но это очень грамотный игрок. Пользование ландшафтой. Опять дарки хата убили. И тут умерла хата. И тут хата умерла. Слушайте, это просто невероятная победа. Почти. Где ж твоя кора? У Тоса кора с полной маной. Дроны приехали в атаку. Офигеть. Все дроны приехали в атаку. Фатонки. Осада у Тоса. Заражение на гейты, чтобы не было варпа. Офигеть. Я этого не видел уже год, наверное, на стримах. Но сталкеры с блинком отбиваются. И здесь фатоночка. С центрика бы сюда варпануть, чтобы эта толпа не прорвалась наверх. Акоп к рачам. О, господи, в сути. Вот это игра. Как раз волн у меня упал интернет, и запись почему-то не запустилась. Хотя на Твиче эта запись есть. Может, я даже вырежу. Блин, очень классный матч. Прям очень-очень. И все. У Зерга ничего больше нет. Ни оверлордов, ни дронов, ни хат. Это последние роучи Зерга. Тут уже сталкеров как рачей. Обалдеть. Что такое диджей-спрей, факен? ГГ пишет. Гост. И протасек у нас выигрывает. Блин, офигенный матч. Офигенный. Вам понравилось? Просто финал GSL. 200 АПМ на 160. Ух. Потненько, потненько. Так. Значит, смотрите. Факимап и Кондор. Вам нужно в личку на Гудгейме мне написать вашу фамилию, имя, почта и батлтек. Жду. Учись, Зерга. О, ну все, все. Царь. ПОП или засал? Круто, круто. Один аверсир на третьей базе Зерга, и твои дарки бы улетели бы всоваться разу. И Зерга просто перезаказал дронов. У него их было 80, на твои 50. А когда ты к нему пришел, у него вообще армии не было. Батлтек не обязательно, мыло или батлтек. Мне нужно мыло, батлтек и фамилия, имя и почта. Фамилия, имя, батлтек, почта. Паркин, я лучше знаю, что надо. Не обманывай людей. Так, у нас Милка должен сыграть. Два часа ночи уже сыграю и дайку спать. Окей, Дрим. Только у тебя будет сильный противник. Ну, хотя Милка очень сильный. Так-то. Нам нужен... Нам нужен кто-то из алмаза, кто умеет играть. О! О! Дрим, ты сможешь подождать одну игру хотя бы? Сейчас нас играют алмазные ребята. Слушайте, я даже соскучился по играм зрителей. Мне прям реально это уже интересно. Паркин. Повторяю тебя еще раз. Мне наплевать. Фамилия, имя, почта и батлтек. Если я сказал, значит так надо. Так, Каталена, Кровосмейте, погиб... Погибшая экспедиция. Плава еще озера. Давайте экспедицию. Пойду кофе сделаю. Ну, подожди 20 минут. Не пей кофе на ночь. Говорят, вредно. Что-то мне ссылку на YouTube прислал. Оз. А, это не боши. Это... I wanna be the Burst. Это другая игра. Я в Burst не играл. Даже Торг говорил. Мне насрать, кто как говорил. Я сказал, значит так надо сделать. Что-то все время споришь. Фаркин. Я вот ненавидишь людей, которые все время спорят. А, 30 секунд. Выход. А, что я вышел-то из них. Я не успел. Сори. Ну, я посмотрю. Я гляну. Я ссылочку в браузере открыл. То есть, что я с вебкой стримил. Да, о чем в вебке интересно? Мне очень неудобно стримить, когда свет в комнате. Днем еще ладно, а вот вечером я в темноте себя чувствую гораздо комфортнее. А что такое-то? Что вы затупили? Итак, Милка против Симпол Пимпол Человек из команды Пэник ПВТ Запись будет. Ну, если игра будет крутая, давай запись сделаем. Так, у меня место-то на компе есть. Надо опять жесткий диск почистить. Вот что-то есть. Аноер, ПВЗ, Гилобайт. Да, есть место на компе. Запись идет. Это игра зрителей, ученика со зрителем, точнее. Кто будет палить стрим, будет забанен до конца жизни. И уже себе жесткий диск. Блин. Надо. Мне, между прочим, один товарищ в чате даже обещал его присылать домой с доставкой на дом. Я ему дал свой адрес, но что-то как-то не пришло. Вот так вот. И давай после этого адрес всем подряд. Хотя я дал свой почтовый адрес, а не полный. Да, Гост, запись на Твиче точно есть, если Твич запускался. Твич работает, ребят? Можете ответить? Если не работает, то записи нет. Если работает, то записи есть. После почты он не будет работать. у тебя не взяли. Ну, по той же причине, по которой не взяли других, играть могут только два человека. Работает. Отлично. Значит, записи есть на Твиче, я эту игру тогда смогу, наверное, вырезать. По идее. Ключики за донат от беты Ходса, или я что-то не понял. Да, ключики от беты Ходса, Хироса за шторм, Близзард, Доты. Малевич, да. Квадратус. Я когда читаю в чат, я просто пролистываю сообщения иногда вверх-вниз и не замечаю того, что пишет важного в самом низу. А потом пролистываю вниз и читаю уже снизу. Короче, у меня своя система. Ниппель. Это ПВТ матчап. Посмотрим, что Милка покажет интересного. Милка, кстати, недавно, знаете, на кого попал? На этого, на конину. Ну, того терна, который играл 4 часа в мех. Попробовал сделать против него блинг-пуш, но терн в ответку делал дроп-мин. И из-за этого блинг-пуш не сработал, как должен был сработать. Нет, трипой я даже на стрим показывал. Так, чё там? Что такое? Мои пробочки какие-то. Чё происходит? Отдам всё. Ха-ха, смотрите, здесь тоже какая-то любовь. Объединение. 107 хп. Ну, Милка-то грамотный, он Зиото не отменил. Сейчас он его быстро убьёт, пробустит пробок. И Nexus поставит. Правда, куда ему 250 газа, я понятия не имею. Вард-гиты он не заказал, коры нет. Nexus пошёл. Просто, если уж приехал инженеркой, то надо ставить Next инженерку сразу. Если приехал ксмкой. Нет смысла ставить её позднюю. И от такого мимолётного запиливания затягивания хаты смыслу нет. Если запиливать, то основательно. В идеале делать это против одногазового опенинга, а не базового. Но всё равно стоит. Ага. Ага.